В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Гульзи Ганшина. Столицу региона продолжают приводить в порядок. Коммунальные службы города работы не прекращают даже ночью. Идет ямочный ремонт, ремонтируют ливневки, вывозят мусор с мест несанкционированных свалок. В ночную смену задействовано более 60 спецмашин и порядка 100 человек. Когда город засыпает, коммунальным службам не до сна. На улице Каменогорская тяжелая техника ночью убирает несанкционированную свалку. Мусор сюда несут и везут местные жители и частные перевозчики. Мусор много, заметно увеличилось больше. Особенно строительного. В мешках, бункеры бывают неприподъемные. Из-за этого происходят завалы на площадке. Своевременно очищают и все контейнерные площадки на территории города. Иногда на одно и то же место приходится выезжать по два раза. Мы сейчас все видим, город чистый. Поработали и горожане хорошо поработали, и муниципальные службы хорошо организовали и поработали. И поэтому лишний мусор на площадках, он разлетается. Если он появляется, его надо как можно быстрее вывозить. Чтобы городские улицы радовали самарцев чистотой, ночью на уборку выходят сотни человек и специализированная техника. Чистят, моют и пылесосят до утра. Всегда большой объем работы. Главное убрать все улицы, чтобы они были чистые. Заботимся о городе. Коммунальные службы города наводят чистоту даже под землей, прочищают сети дождевой канализации. В планах на этот год очистить 63 километра коллекторов и отремонтировать почти 600 колодцев. Очистка ливневых не только избавится в дальнейшем от луж, но и положительно скажется на экологии. За смену, за одну, за рабочую смену могут очищать в объемах порядка одной тонны шлама ливневой канализации, которая имеет третий класс опасности. Соответственно, он ациализируется на полигоны. На страже порядка и дорожные службы. Ямочный ремонт дорог уже охватил все районы города. В первую очередь приводят в порядок дороги, соединяющие основные городские магистрали, а также аварийно-опасные участки, на которые поступают предписания ГИБДД и жалуются жители. Чтобы не создавать заторы на дорогах, днем работа не проводится. Автомобилисты такой подход оценили. То, что ночью, это правильно, я считаю, потому что днем в пробках, в пробке люди скапливаются, как-то это создает проблемы некоторые. Видно, городские системы работают, стараются. Чтобы утро и день горожане проводили в чистоте и порядке, а вечер при свете, эстафету ночной смены принимают сотрудники Зеленхоза и Горсвета. Работы продолжаются и днем. Фотоотчет в Твиттере МП «Благоустройство». Сотрудники муниципального предприятия ремонтируют ограждения на Волжском проспекте, чистят обочины дорог, собирают мешки с мусором, приводят в порядок газон. Очищают город и от незаконных киосков. Почти 90 точек, торгующих алкоголем, ликвидируют до 6 мая. Полиция работает в тесной связке с городскими властями. Благодаря совместной работе незаконные ларьки убрали с улицы Новосадовая. Печатному слову, пусть и на вывеске, хочется верить. Однако местные жители говорят, не стоит. Если на витрине и стоят напитки сплошь безалкогольные, в недрах прячутся напитки покрепче. Киоск на пересечении улиц Новосадовая и Челюскинцев долгое время пользовался популярностью у местных любителей выпить. Приобрести спиртное здесь можно было даже после часа икс. Данный объект стоит без права останавливающих документов, то есть отсутствует договор на аренду земли. Кроме того, в 2013-2014 году более 10 протоколов было составлено по части 3 статьи 14-16, то есть торговля алкогольной продукцией из нестационарного киоска. О демонтаже киоска собственника предупредили заранее. Однако к моменту приезда правоохранителей он не удосужился освободить его от товара. Более того, предложил начать с киоска соседа. Соседний вывезет киоск сначала. У него есть документы у соседнего киоска? А у соседнего есть документы киоска? Он стоит в прошлом году здесь? Ну что значит тоже? Вот это стоит целый год. У него все нормально, ему можно стоять. То, что алкоголь продавали? Я не продам его. И только после заявления полицейских, что павильон будет вывезен в любом случае, пуст он или полон, владельцы наконец освободили его. Киоска отправили на штрафстоянку. Забрать оттуда его будет можно, только предварительно оплатив транспортировку. Это уже пятый демонтированный ларек за неделю. Снижать темпы в полиции не намерены. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. Присоединиться к апрельской генеральной уборке горожан призывают общественники. Участники движения «Дорога-63» даже обещают вручить подарки от себя лично самым активным жителям Самары. Но, пожалуй, лучшей наградой для всех станет чистый и благоустроенный город. Порядок должен быть во всем, утверждает лидер общественного движения «Дорога-63» Аркадий Лазарев. Особенно, если дело касается чистоты в родном городе. Собрав единомышленников, Аркадий отправился агитировать водителей и принять участие в общегородском субботнике. Сделать город чище призывают и наклейки, которые Аркадий с друзьями раздают на дорогах города. Автомобилисты акцию восприняли с энтузиазмом. Для активных участников уборки лидера движения «Дорога-63» приготовили ценные подарки. Подробности можно уточнить на странице общественного движения ВКонтакте «Дорога-63 РФ». Напомним, общегородской субботник пройдет 18 апреля во всех районах Самары. Инвентарь уже на готове. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Призывы сделать город чище в эти дни звучат и в городском общественном транспорте. В рейс вышел зеленый трамвай. Экологическую акцию организовала Лига волонтеров совместно с ТТУ. Во время движения школьники рассказали пассажирам о том, как сохранить экологию. Сегодня вы совершаете поездку на необыкновенном трамвае. Мы назвали его «Зеленый трамвай». Об экологическом состоянии города эти ребята знают не хуже экспертов. В течение нескольких месяцев готовились к акции, собирали информацию, формировали анкеты и даже разрабатывали полезные советы. Теперь готовы делиться своими знаниями со всеми самарцами. Например, такие отходы, как батарейки, их не нужно выкидывать, а есть специальные пункты, куда их нужно будет сдавать, потому что они тоже у нас природу загрязняют, а это нам не нужно. Поездка школьников на зеленом трамвае – еще одна попытка призвать самарцев принять активное участие в уборке города. Ребята уверены, в борьбе с мусором должны объединиться все. Попробуем призвать как можно больше жителей нашего города, для того, чтобы они вышли на улицу, помогли убрать нам наши улицы, чтобы они стали еще краше и лучше. Все ребята – участники молодежной общественной организации «Зеленая волна». Она относится к городской лиге волонтеров и охватывает более 40 школ города. Объединяет около 200 активистов. Главная наша цель – чтобы пришло понимание каждому, что у нас на всех один город, одна земля, и чтобы каждый почувствовал личную сопричастность за судьбу нашего города, за чистоту и красоту нашего города. Экологический ликбез от самарских школьников горожанам пришел все по душе. Мне, например, очень нравится, что они участвуют в озеленении, в уборке территории, и там все это такое. Я не знаю, мне очень даже это… Я приветствую это. Спасибо им. Организаторы акции пообещали рассказать жителям города еще больше полезной информации. Планируется, что «Зеленый трамвай» еще не раз проедет по улицам города. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События. Полностью горы должны привести в порядок к майским праздникам. 70-летие Победы Самара должна встретить чистой и опрятной. Парад на площади Куйбышева в этом году обещает быть грандиозным. В нем примут участие порядка двух тысяч военных, более 26 тысяч зрителей. Накануне праздника по всему городу пройдут патриотические акции. Эстафета Вечного огня, вахта памяти, вручение георгиевских ленточек. Праздничные события в преддверии юбилея Великой Победы уже охватили Самару. Ветеранам вручают юбилейные медали, открывают памятные доски. Впереди торжества, которые пройдут в каждом районе города. Участие в патриотических акциях примут все жители областной столицы. С 5 мая у военных мемориалов Самары, а их около 200, будут организованы посты. Вахты памяти будут держать студенты и школьники. У каждого из этих сооружений 5 мая будут представители то ли иной школы городского округа Самары. Ветераны, будут возложены цветы, будут проходить концерты, мини-митинги. Один из главных символов Победы – георгиевские ленточки. Из рук волонтеров получат более 70 тысяч горожан. А накануне долгожданного праздника, 8 мая, в Самаре пройдет эстафета Вечного огня. В честь юбилея Победы в регионе зажгутся 4 новых Вечных огня – в Тольятти, Жигулевске, Кенеле и в Борском районе. Главное событие – торжественный парад. С трибун смогут посмотреть более 26 тысяч человек. Те, кто 9 мая не сможет присутствовать на площади Куйбышева, смогут увидеть репетиции парада. По генеральным репетициям, то, что будет 4, 6, 7 мая, мы, учитывая выстраивание трибун, пожалуйста, приглашаем всех жителей города, чтобы они посмотрели и прохождение механизированной колонны, и увидели воочию прохождение пешей колонны. В этом году в торжественном параде примут участие более полутора тысяч военных, 70 единиц техники. Сюрпризом для зрителей станет авиашоу и выступление сводного хора в составе почти 5 тысяч человек. Парад будут транслировать на пяти больших экранах, установленных в разных районах города. Завершится торжество дневным салютом, а вечером в 22.30 состоится традиционный праздничный фейерверк. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Юбилейный для Победы год полон событий. В Самарский военно-исторический музей при активном участии ветеранских организаций и областных властей из Эстонии привезли мемориальную плиту памяти Евгения Александровича Никонова. В долгом пути на родную землю нет случайности. Ровно 81 год назад было учреждено звание Героя Советского Союза. Именно этим званием был награжден Евгений Никонов посмертно. Военным Советом Флота был брошен болтинцам клич. В защите нужна пехота. И добровольцы нашлись. Евгений Никонов первым был принят в этот отряд. Были железные нервы, зоркий охотничий взгляд. Был первым смелым и преданным своей родине. Даже когда рядовой матрос Евгений Никонов получил тяжелое ранение и попал в фашистский плен, силы его не покидали до последнего. Жестокие пытки так и не заставили рассказать юношу о численности и составе отряда своих боевых товарищей. Фашисты сожгли его заживо. Ему было всего 21. Спустя десятилетия, когда Эстония вышла из состава СССР, памятник Герою Советского Союза был разрушен. Его прах перезахоронили в селе Васильевка. Уже в этом году на месте первого захоронения была обнаружена мемориальная плита. Было принято решение переместить ее на малую родину моряка, в Самарскую область. Хочется поздравить всех, кто сегодня видит эту плиту. Конечно, сейчас она красивая, чистая, была немножечко в другом виде. Она лежала много лет на земле. Перевести плиту удалось благодаря поддержке Министерства иностранных дел России и посольства Эстонии. За несколько дней самарские активисты на машине преодолели несколько тысяч километров. И все ради того, чтобы подрастающее поколение не забывало героев, которым оно обязано жизнью. Это невероятно важное событие, потому что подвиг Евгения Никонова, человека, который отважился в таком раннем возрасте, не пожалев себя отдать всего себя врагу, не рассказав при этом, не выдав своих, это, я думаю, стоит дорогого. Из Самары мемориальная плита отправится в Тольятти на малую родину героя и будет храниться в школе, носящей имя Евгения Никонова. Анастасия Зубарева, Станислав Левин. События. Другим темам. К лету 2016 года все гостиницы региона должны пройти обязательную классификацию. Сейчас свое соответствие госстандарту подтвердили 49 отелей. Также все они должны учесть и требования FIFA к размещению болельщиков и организаторов матчей Чемпионата мира по футболу. Как изменится гостиница города к 2018 году, расскажет Лариса Шалафаст. Современная чистая мебель, сейф, фитнес-центр и охраняемая территория. Вот только краткий перечень требований FIFA к гостиницам в городах, которым предстоит принимать матчи Чемпионата мира. Ожидается, что в 2018 году областную столицу посетят более 10 тысяч туристов. Отели региона уже готовятся к приему гостей. Мы понимаем свою ответственность. С нашей стороны мы постараемся сделать все возможное, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне. Все требования в FIFA будут учтены. До лета 2016 года все гостиницы области должны пройти обязательную классификацию. Большинство крупных отелей эту процедуру уже прошли. Их номерной фонд представлен разными категориями. От беззвездных гостиниц до четырех звезд. При проведении классификации данная гостиница подтверждает свое соответствие государственному стандарту. При определенной звездности предполагается наличие тех или иных видов услуг, либо той или иной инфраструктуры. Соответственно, гостиницы могут получить в любом случае какую-то либо звезду, либо статус без звезды. К 2018 году должны модернизировать все гостиницы Самары. Областные власти готовы оказать поддержку. В регионе уже действует соответствующая программа. Владельцы отелей смогут получить субсидии на погашение ставки по кредитам. На эти цели в течение трех лет направят больше 400 миллионов рублей. Чемпионату мира в Самаре построят и новые гостиницы. Планируется, что одна из них появится в районе стадиона «Космос-арена». Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Желающих начать свое дело ждут в Самарском многофункциональном центре. Теперь здесь принимают заявки на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Зарегистрировать свой бизнес стало еще проще. Заявления на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей теперь принимают не в районах налоговых, а в едином регистрационном центре, который открылся на базе ФНС России по адресу Сергея Лазо 2, а также через МФЦ. Не нужно никуда ездить, можно сразу издать документы, можно и сразу здесь потом получить. Они направляются туда, где их рассматривают. То есть госпошлину на месте сразу можно оплатить, это очень удобно. МФЦ доставит пакет документов по назначению. Получить результаты предоставления госуслуг можно также здесь. Единственная одна тонкость есть. Надо оплату госпошлины проводить по новым реквизитам. Они указаны у нас на сайте. Предпринимателей ждут в МФЦ на Московском шоссе. Можно обратиться также в отделение многофункционального центра на улицу Свобода 192 и Вилоновскую 13. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. Навыки быстрого реагирования, вождения автомобиля и обезвреживания преступников продемонстрировали полицейские и сотрудники отделов вне ведомственной охраны. На конкурс профмастерства они съехались в Самару из разных уголков губернии. В соревнованиях приняли участие 15 групп задержания. Павел Баймаков подробнее. На счету каждая минута до места преступления группа задержания должна добраться в кратчайшие сроки. Согласно легенде, в одном из зданий сработала тревожная сигнализация. Прибыв на место, первым делом полицейские обследуют территорию. Стоять! Пакет вверх! Пакет на землю! В считанные секунды на задержанного надевают наручники. Теперь главное – тщательный досмотр. Бывают ситуации, когда физическая сила и оружие неэффективны. В ход идут знания психологии и законодательства. Это обычная работа. Ничего сверхъестественного здесь не произошло. Я бы сказал, что в жизни даже чаще случаются ситуации, которые требуют большей выдержки, самообладания или физической силы. Участие в конкурсе профмастерства приняли 15 групп задержания из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и других городов и районов области. Соревнования прошли в два этапа. Участники показали мастерство рукопашного боя, а также в огневой подготовке, вождении автомобиля и задержании преступников. Еще есть с чем работать. Мы, как говорится, не расслабляемся. В данном случае есть лучшие, есть худшие, есть и недостатки в работе. Но, по крайней мере, за последние три года ни одной кражи сохраняемого объекта и квартиры у нас не допущены. Ежесуточно на дежурство в Самарской области заступают 150 групп задержания. Под охраной ОВО находится более 28 тысяч объектов. По итогам все участники получат грамоты, кубки, а победителям полагаются денежные премии и новенький патрульный автомобиль. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. И у меня на этом пока все. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самара ГИС». Фонд «Общественное мнение» сообщает, что 82% россиян уверены, что товары, продукты и услуги будут дорожать и дальше. 66% респондентов считают, что доходы населения в ближайшие несколько месяцев снизятся. Лишь 13% считают, что доходы вырастут. Повышение цен на жилье ожидает 70% населения, а повышение безработицы – 72%. 35% респондентов считают, что рубль укрепится, 25% считают, что курс упадет, а 40% затруднились ответить. Ранее сообщалось, что по результатам опроса 73% россиян не любят США. Госпрограмма льготного автокредитования, вступившая в силу с 1 апреля, предусматривает поддержку только машин российских и локализованных в стране производителей. Так что китайские марки из программы исключили. Информацию подтвердили марки Хавал, Шанган и Черри. Под действие программы также не попали китайские бренды, чьи машины собираются в России. Это Лифан, Джили, Черри, Бриллианс, Як и Хафтай. Программа льготного автокредитования предусматривает субсидирование 2-3 ключевой ставки Центробанка России, которая на данный момент составляет 14%. Эх, а так хотелось китайца прикупить. Вот просто рухнул мой мир под этой новостью. В связи с укреплением рубля увеличился спрос на финские визы. Об этом сообщило Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Так, в марте было подано в два раза больше заявок, чем в январе. Всего за указанный период количество заявлений составило 49 тысяч. Однако, как сообщил начальник визового отдела Кари Лехтанин, несмотря на высокий показатель выданных виз, цифры этого года все равно заметно меньше показателей года прошлого. По его мнению, рубеж в миллион виз за год приступить не удастся. Правильно, надо же с финнами аккуратно, а то сопьются на радостях. Российский фондовый рынок открылся в зеленой зоне. Индекс ММВБ прибавил до отметки 1680 пунктов. В лидерах роста. Акции ФСК ЕС, Яндекса, МТС, Русгидро и МВидео. Хуже рынка бумаги ЛСР, Полиметал, Солерса, Пика и Алроса. Перед открытием торгов в России в четверг сложился благоприятный внешний фон. Американские и европейские площадки завершили предыдущий день в плюсе. Ведущие индексы АТР с утра подрастали, как и фьючерс на S&P 500. Благоприятному старту торговой сессии также способствовал рост цен на нефть и ожидание прямой линии с Владимиром Путиным. Курс доллара на 16 апреля 50 рублей 50 копеек. Курс евро 53 рубля 65 копеек. Золото стоит 1931 рубль за грамм. Серебро стоит 26 рублей 27 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 62 доллара 61 цент за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Самарская велосипедистка, серебряный призер чемпионата России. Гандбольная лада выиграла первый матч полуфинала плей-офф чемпионата страны. Финал восьми детской юношеской баскетбольной лиги выиграли химки. В Самаре финишировал финал восьми детской юношеской баскетбольной лиги. Победителем турнира второй год подряд стали подмосковные химки. В матче за первое место они переиграли столичный ЦСКА бронзу пермской пармы. Хозяева турнира баскетбольный клуб Самара на пятом месте. Местной команде не повезло с жеребьевкой. На предварительном этапе самарцы попали в одну подгруппу с будущими финалистами химками и ЦСКА. В первом матче полуфинала плей-офф чемпионата России среди команд Суперлиги на выезде гандбольная лада победила Звенигородскую звезду 33-26. Равенство в игре продержалось лишь до середины первой половины 6-6. Потом хозяйки паркета начали фалить, большинством воспользовалась лада и повела в счете шесть мячей. К финальному свистку преимущество Волжан росло и они уверенно довели матч до победы. На чемпионате России по велоспорту шоссе в групповой гонке в гору среди женщин Елена Гоголева завоевала второе место. Соревнования проходили в два тура по 120 километров. На первом этапе самарчанки Елену Утробина и Елена Гоголева заняли третьи и шестые места соответственно. В повторной гонке Гоголева финишировала второй, уступив победительнице всего лишь одну секунду. Утробина в общем зачете заняла четвертое место, а в гонке Критериум Елена завоевала серебро. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова